Как ваши дела? Блин, как у меня активность упала на странице, просто офигеть, конечно. Анюта, привет! Слушай, ты настолько часто никогда не заходила, по-моему, в мои эфиры. Бедняжечка, сиди дома, моя дорогая. Кстати, вчера с тобой поговорили насчет того, что ты мне сказала, что ты 3 декабря выходишь на работу. И ты мне снилась, снилась то, что я к тебе уже пришла в гости. Вот что значит все в нашей голове. Насколько все в нашей голове. Привет, привет, дорогая. Просто вот, когда говорят, да, все в нашей голове. Вот ты мне сказала, я подумала о том, что я к тебе пойду, и мне снилось то, что я к тебе уже пришла. Где приобрести такие серьги? Я, честно, не знаю где, потому что я не помню. Если бы я помнила, я бы, конечно, сказала, да, скоро увидимся. Я даже не представляю, как ты просто там вот все это время сидишь дома, потому что я же тоже сидела 2 недели фактически дома. Это просто трэш, конечно. Но я выходила, конечно, я-то в селе у себя была, я выходила, там, виделась. И у меня девчонки каждый день ко мне приезжали. И мама, Полина со мной все были, поэтому я как бы даже и не поняла, что я 2 недели была в изоляции, скажем так. С ума сойти. Ну да, я же говорю, это пипец вообще полнейший. Особенно, когда ты привыкаешь, да, к активному образу жизни, когда ты постоянно где-то, что-то, когда у тебя работа кипит. И ты думаешь, блин, капец, когда тебя этого всего лишают в моменте. Вот что значит выйти из зоны комфорта своей. Да, когда выходишь, да, из вот этой зоны комфорта, скажем так, это все, это наступает пипец какой-то. Да, я сейчас дома. У меня сегодня выходной, я поубиралась дома, привела себя в порядок и сижу дома. На улице холодно, так, я ходила уже с утра, забирала свои джинсы, потому что... Да, скорпионам вообще так нельзя. Ну я, кстати, за время болезни похудела на 4 килограмма. Ты похудела? Ты кушаешь вообще, нет? Ты и так худышечка. Я просто похудела, потому что я не чувствовала же запахи, вкусы, ничего не чувствовала, поэтому я и есть толком не хотела. Да, я дома. Что вам показать из косметики? Блин, у меня как бы этой косметики раз-два я пчелся, я толком-то не накрашена, у меня только... Ты не похудела? А я похудела, на 4 килограмма я похудела, потому что я вообще ничего не жрала, вот реально вообще ничего не ела. Ну и еще на фоне того, что происходило, ты поняла, о чем я. Я вообще просто, я не ела вообще ничего. Я только пила кофе круглосуточно просто, а потом снотворное, чтобы уснуть, потому что перепивала кофе. И все. То есть две недели я примерно так питалась, и я приехала в Краснодар, когда взвесилась, а у меня минус 4 килограмма. А я джинсы поняла себе, новые купила перед тем, как уезжать, короче. И я приезжаю, надеваю эти джинсы, а они все, они просто слетают с меня, просто, вот просто слетают, и все. И я ходила, отнесла их в этот, в, господи, в ателье, чтобы мне их ушили, сегодня забрала. Лизочка, привет. Покажите уход за волосами. Знаете, кстати, смешная ситуация. Короче, я пришла в солярий на днях, и я вышла уже позагорала, короче, вышла такая с дулькой на голове, как бы. Вся, в лицо все мокрое такое. Я села, говорю, блин, не заходите пока в солярий, потому что там очень жарко. И сидит женщина напротив меня, она такая прям очень ухоженная, такая красивая, очень смотрит, смотрит такая на меня. Я думаю, блин, что она так смотрит? И говорит, Даш, ну вы в жизни намного лучше, чем в инстаграме. Говорит, в инстаграме такая прям, сука какая, ты смотришь на вас, а так такая милая. Мне стало так приятно. И потом она мне говорит, у вас такая кожа хорошая, чем вы умываетесь, ну какие у вас уходы. И я такая вспоминаю, что я вообще покупала обычную пенку для лица, там, по-моему, черный жемчуг или что-то такое, и умывалась им. А потом я приехала, когда из дома, у меня вообще времени свободного не было, вот реально вообще. Я работала каждый день без выходных, и я понимала то, что я умывалась 4 дня шампунем. Я реально умывала лицо шампунем, ребят. И она такая мне говорит, типа, расскажите, пожалуйста, про свой уход за лицом. Я такая говорю, слушайте, ну дело в том, что я как бы 4 дня умывала лицо шампунем, вот и весь мой уход. На самом деле никакого ухода нету ни за волосами, ни за лицом, потому что я, ну как бы, как за лицом нет ухода. Вот я спалила себе, сгорело у меня лицо в солярии, я, конечно, наложила просто маску увлажняющую, потому что у меня все лицо облазило. Вот, что касаемо какого-то ухода ежедневного, да, там, бабар девчонки очень часто рекламируют, да, то, что они там ампулки используют. Я не пользуюсь таким. Просто вот нету надобности, наверное, это вот фу, мне повезло. Вот, а по поводу волос, я просто мою волосы Хадат, шампуни Хадат и маски Хадат. Но сначала мне он не подошел, потом я взяла другой какой-то шампунь, тоже от Хадат, и он мне, ну как бы, подошел. И вот, ну у меня волосы, как бы, ну, они ухоженные, понятно, все это прекрасно, замечательно, но все равно, как бы, у меня торчат антенки в разные стороны. Так, по поводу косметики, девочка, я писала, такое ощущение, что не хочешь особо показывать косметику, всегда какие-то отговорки находишь, чтобы не показывать, а мы вот уже сколько этого ждем. Слушайте, ребят, вот прям сейчас без проблем я покажу, чем я сейчас красилась. Розочка, привет, родная, как твои дела, моя дорогая? Сейчас прям иду за косметичкой, чтобы показать вам косметику, которой я сейчас накрасилась. Просто это, знаете, я не показывала не потому, что мне не хотелось показывать, а потому что я понимаю, что, ну, то есть реально просто я крашусь за 30, ой, за 30, за 10 минут. Вот сейчас достаю все продукты, которыми я красилась сегодня, все такое грязное, господи, позорище, ну, ладно. Так, ладно, все, поехали. Короче, вот, смотрите, господи, какой позор. А еще, блин, где-то моя база под макияж, но базу под макияж я покажу позже отдельно, короче, смотрите, вот это мой тональный, это тональник, короче. Сначала я наношу базу под макияж от Кико, запоминайте, потому что я не знаю, где она, я не могу понять, в косметичке нету. Ой, господи, тут я еще мельем, извиняюсь. Так, короче, смотрите, это тональник от Estee Lauder, у меня самый темный оттенок 3N1, потому что у меня темная кожа. Потом это пудра Inglot, я ее наношу уже после того, как я наношу, короче, я наношу базу под макияж, потом на базу под макияж я наношу этот тональный крем от Estee Lauder. Потом я наношу под глаза Catrice, вот такой вот, это, господи, консилер под глаза, номер у него 020. Это под глаза темных кругов я мажу, в общем, после того, как я нанесу на все лицо Estee Lauder. Потом, после того, как я это сделала, а еще карандаши для бровей тоже, которые у меня уже заканчиваются, это Manly Pro. Так, это Manly Pro, короче, карандаш все такое какое-то грязное, непонятное. Вот, Cardamon, это то, чем я крашу брови. Потом я крашу брови, и после этого я наношу, скульптурирую лицо вот таким вот скульптором, сухим скульптором, то есть скулы, лоб и нижнюю треть лица я подвожу вот этим скульптором. Видите, его уже почти что нету. Вот, вот он мой скульптор. Это мой хайлайтер, который я наношу только на нос. Хайлайтер я наношу только на нос, по лицу нигде не наношу. Вот, и потом, когда я уже, точно шадат, хадат, привет, Данечка. Вот, потом, короче, когда я уже все эти манипуляции сделала, я наношу под глаза вот такой вот сухой консилер уже, ну, пудра, консилер, не знаю, как это назвать, тоже от Top Face. Наношу его под глаза, то есть выбеляю места под глазами вот таким вот сухим консилером от Top Face. И закрепляю весь макияж я вот такой пудрой Inglot. Сейчас. Вот такая пудра Inglot. Приветики, вон там я в зеркале. Вот, вот такая пудра, которой я закрепляю свой макияж полностью, по всему лицу. Вот. Так. Теперь про мои блески. Карандаши для губ у меня. У вас Захар Саленко с Дома 2 в эфире. Я знаю, он на меня подписан. Я знаю, что он у меня в эфире. С Дома 2. Еще Леша Чайчиц есть тоже, он иногда заходит ко мне в эфир, тоже на меня подписан. На Дом 2 зовут меня. Ладно, шучу, конечно же, какой Дом 2. Так, по поводу блеска. Где мой блеск? Где мой блеск? Сейчас покажу блеск. Все настолько, ребят, просто, вы даже не представляете. Мой макияж, который я делаю за 10 минут. Так, теперь я показываю свой блеск для губ, который я использую каждый день, не изменяя традициям. На губах у меня карандаш пупа 04. Запоминайте, девочки, пожалуйста, чтобы вы потом не говорили, что я не хочу вам рассказывать. На губы я наношу по контуру карандаш пупа 04 оттенок. Потом я наношу вот такой вот блеск. Делайте скрин, пожалуйста, потому что мне очень часто кто-то спрашивает. Это просто обычный блеск для губ, как, знаете, как называется, мокрое стекло или что-то такое. Так, что это? Эссенс. Это эссенс, ребят, он стоит что-то в районе там 500 или 400 рублей. Вот он, вот он мой блеск, который сейчас у меня на губах. И карандаш пупа 04. Все. Вы знаете, по поводу Захара, мне очень сильно... Я почему вообще смотрела Дом-2 одно время? Это было давно еще, когда я сидела на карантине. Я жила даже не в этом городе, я жила в другом городе. Вот. И мне, короче, очень нравилась пара Захара Соленко и Яны. Мне очень нравилась Яна. Я прям ее поклонница вообще нереальная. Мне нравится ее внешность, мне нравится ее характер. Я всегда очень сильно хотела ее увидеть в жизни. И она как-то приезжала к моей Ане колоть губы. Прилетала. Ну, я, к сожалению, с ней так и не встретилась. Но Аня сказала, что она такая очень маленькая, миниатюрная, хорошенькая девчулька. К сожалению, я ее не увидела. А потом вот что-то время прошло, и я увидела, да, то, что на меня подписался Захар Соленко. Ну, мы никак не общались, нет, но знаю, что он подписан. А карандаши для губ, кроме губ, что нравится? Дело в том, что у меня вообще реально один карандаш для губ, но раньше я очень часто пользовалась Стеллари. Карандаши Стеллари, они очень стойкие. Они стоят там в районе, по-моему, 200 рублей. У меня была куча этих карандашей. 0,5, 0,7 оттенки, десятка, 0,9. Это самые такие ходовые, которые вот такие вот темненькие, как Пупа 0,4. Они очень сильно похожи. Вот, то есть у меня обычно одного цвета губы. Я все хотела себе сделать перманентно губы, чтобы был у меня цвет всегда такой губ. Но я боюсь, потому что говорят, что после перманента там могут быть эти, как его, господи. Короче, болячки могут появляться потом на губах, и я как-то боюсь этого. Поэтому не делаю. Вот, так что все. А реснички, как бы, я всегда как будто бы накрашена, потому что у меня сделаны ресницы нарощенные. Вот, и даже когда я не накрашена, я как будто бы накрашена. Все, все очень просто. И покажите, Захар не просто так подписался. Он так часто говорил, когда с Яной был еще в отношениях. Да мне все равно на Захара, верите, нет? У меня есть любовь всей моей жизни. Я. Здравствуйте, какими карандашами для губ пользуетесь? Только что рассказывала про карандаши Пупа 04, девочки. Сейчас у меня на губах Пупа 04. Мини маус. Уже запомнили, вот, правильно. Спасибо большое. Уход за лицом я умываю шампунем. Все. Реально, просто я до сих пор не купила себе умывалку для лица. Кстати, вот сегодня выходная, нужно будет заняться этим вопросом. И я умывала себе лицо шампунем. Блин, ну ладно, мне даже не стремно, если честно об этом говорить. Вот. И потом я протирала лицо мицелляркой, и все. Больше ничего я не делала. А у вас рост прям точно 180. Кстати, сегодня пришла я, в общем, за джинсами, за своими девочками, которые же работают. А там уже были две другие девчонки. Там уже были две другие девчонки. Я переодеваюсь, такая стою. И они говорят, господи, Дарья, какой у вас классный рост. Да, у меня 180 рост. Почему вы говорите мне про Захара? Мне вообще плевать на него. Кто он такой? Я просто знаю то, что, я же вам говорю, то, что я когда-то смотрела Дом 2, и мне нравилась пара их, Яна и Захара Соленко, и все. А то, что он там зашел ко мне в эфир, и то, что он на меня подписан, никакая разница. Как вам мицеллярка Биодерма? Я не пользовалась мицелляркой Биодерма. А у меня мицеллярка, я даже не помню, что за мицеллярка у меня. Девчонки, просто, может, вы думаете, что я этот бьюти-блогер, который, знаете, пользуется всеми этими штуками непонятными для лица. Ну, не то, чтобы непонятными, а этими. Короче, я... Так, длина волос, вот длина волос моя. Посмотрели? Так, он ждет подходящего момента, чтобы понятно. Короче, закроем тему, чтобы почему мы это обсуждаем, вообще я понять не могу. Пожалуйста, мне не было сложно вам рассказать эту информацию. Привет, здравствуйте. Здравствуйте. Лиза, Даша, что молчите? Смотрите меня и молчите. А, Лиза уже вышла. С какой периодичностью наращиваете ресницы? Так. Ресницы я наращиваю всегда... Ресницы я наращиваю всегда по-разному. Бывает один раз в месяц, бывает пару раз. Что ты про Захара слушаешь? Что ты ржешь? Я просто не могу понять, что они мне понаписали здесь про этого Захара. Так, красивая небольшая грудь. Спасибо большое. Спасибо. Ами, привет, родная. Привет, моя хорошая. Как дела? Вот и я не знаю. Вот и я не знаю. Меня уже тут поженили, понимаешь? Как обычно. Кто-то, наверное... Кому-то, наверное, он очень сильно нравится, поэтому вызывает такие эмоции. Ну, на дом 2 нормальные девушки, да, тоже бывает. Почему не хочешь? Я не говорю, что я не хочу или хочу. Вчера эту тему обсуждали с вами. Понимаете? Если заглянуть на минутку в мою жизнь, то можно сделать круче ситуацию, ой, ситуацию, говорю, круче шоу, чем на доме 2, я вам так скажу. Какой дом 2? На дом 2 идут... Я говорю, когда... У меня еще было лет 17, наверное, 16, и я смотрела дом 2, да, с какой-то периодичностью. И тогда, как бы, я вообще инстаграмом никак не занималась. Просто там был у меня инстаграм и был. И, как бы, я знала то, что если пойти на дом 2, то можно раскрутить свой... То можно раскрутить свой инстаграм. Вот. И тогда, на тот момент, я думала о том, что было бы круто туда попасть, потому что я бы могла раскрутить свой инстаграм в целях того, что я бы могла потом зарабатывать на инстаграме. У меня не было никогда цели пойти на дом 2 для того, чтобы там кого-то себе найти и так далее. Хотя мне очень много раз писали, говорю, говорили, Даша, тебе надо на телевидении, тебе надо, тебе надо. Вот. Ну, как бы, понятно, что это все мимо кассы. Вы что, прикалываетесь? Вы можете прекратить мне тут писать эти глупости? Какой Захар? Даша, пожалуйста, поговори с ним, что происходит? Так. А, да, ну давай поженимся. Кстати, девчонка, еще одна из Краснодара, ты видела? Пошла на, на давай поженимся. Блин, я не помню, как ее зовут. Я знаю, что она записана в инстаграме, малышка или что-то такое. Вот. Короче, и на дом 2 я хотела пойти лишь для того, чтобы потом зарабатывать на инстаграме, чтобы у меня было больше предложений по модельному, чтобы, ну, как бы, раскрутить свой инстаграм и зарабатывать на этом. И все, как бы, не более того. Но, конечно, с возрастом, слава богу, как бы, ко мне пришли мозги и, там, ну, как бы, я передумала. Там с ума сойдут на доме два твоей красоты. Спасибо большое. Спасибо, мне очень-очень приятно, правда. Очень. Так что, вот так вот, ребятушки. Подруга Матильда и Риты ходила. Ну, давай поженимся. Да, да, да. Я ее, кстати, видела не так давно в солярии. Малышку. Рита, да, мы знакомы. Мы ходим в один солярий, и так как я живу на фестивальном, тут очень много кто между собой знакомый, там. И, господи, и большие глобальные какие-то блогеры, скажем так, и микроблогеры, как я, да, допустим. Поэтому, как бы, все друг друга заочно знают в любом случае. По инстаграму в основном все знакомы. Но так же, как и я там знаю кого-то через инстаграм. И могу где-то встретить. Краснодар очень маленький город. Почему говоришь сплетни, Даш? Какие сплетни у меня тут? Чтобы не снесли аккаунт, что нужно делать, по-вашему мнению? В смысле, чтобы не снесли. Не взломали? Там в настройках, есть в инстаграме, где ты пишешь, ой, пишешь, ставишь двойную. Блин, короче, там двойная какая-то защита инстаграма. Вот. И, короче, вот ставишь эту штучку у себя в настройках. У меня, если честно, у меня в голове какие-то опилки. Я не могу сообразить, что я хочу сказать. Мысль в голове есть, а транслировать вам ее я не могу. Я не знаю, почему. У меня где-то голова там, где-то вдалеке. Надо по-любому пользоваться своей внешностью и куда-то в ТВ. Сейчас массово удаляют аккаунты блогеров. Я не знаю, я не слышала об этом, потому что я не считаю себя блогером. Откровенно говоря, у вас очень понятно. У Риты удалили. Я не знаю. Ребят, я настолько не в теме всей этой движухи. Вот у меня есть подружка одна, Дашка. Она вот как бы знает все вот эти вот движухи. Она там мне говорит, Даша, ты видела, Даша, ты знаешь. И если бы не она, я бы, наверное, вообще очень многих моментов о девчонках из Инстаграма не знала. Потому что если вы там на меня подписаны и вы обратили внимание, то я подписана на очень маленькое количество людей. И как бы я не интересуюсь жизнью чьей-то. Если мне что-то интересно, да, я там могу найти человека, да, посмотреть и так далее. Но следить ни за кем я не слежу, мне это просто не нужно. Поэтому я не знаю, кто на кого подписан, кто кого удалили, кого не удалили. Я не в курсе. То есть я вот так это узнаю там или из эфира, или там Дашка мне расскажет, или кто-то из моих девчонок, допустим, знакомых. Я в Инстаграме не провожу время 24 на 7. У меня вон недели вообще не было в Инстаграме. Я ничего не выкладывала, ничего не смотрела. Я просто работала, уставала, приходила домой и ложилась отдыхать. Все. Мне было просто не до чего. Так что я не в курсе за все эти движухи. Если бы не вы, я, может быть, бы вообще ничего не знала. Я, кстати, раньше, помню, была подписана на так много человек. Наверное, подписок 600 у меня точно было. И там из них очень много было блогеров. Также и девчонок краснодарских, да, на которых я там смотрела. Думала, ой, классно, ой, замечательная какая девчонка, то и все. А сейчас как-то все стало мне понятно. Эта жизнь мне уже понятна. Вот, поэтому я ни на кого не подписана и ни за кем не слежу. Мне интересно просто. Все, и все замолчали. Вон, волосы магнитятся из-за холода. Капец какой-то. Что с ними делать? Лучше расскажите мне, дайте мне совет какой-нибудь. Как сделать так, чтобы волосы не магнитились? Ужасно сильно магнитятся волосы. Это какой-то трэш просто. У меня антенны, связь с космосом постоянная. Я вот так вот хожу, у меня непонятно что на голове. Здравствуйте. Здравствуйте, 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 все, кто присоединяется. Здравствуйте. Здравствуйте. Только не молчите, пожалуйста. Дарья, это здесь? Дарья тоже уже вышла. Даже моя Дарья вышла. Как вам духи Монталь? Я люблю Монталь. У меня есть Монталь, но вообще я люблю... Кем работаешь из-за секрета? Я люблю сладкие ароматы, поэтому Монталь мне нравится. Да. Кем работаешь из-за секрета? Я уже говорила неоднократно, кем я работаю. Я работаю моделью и самым менеджером девочек. Я много работаю. Такая красивая, а работаешь, как будто некрасивая. Это мне моя подружка говорит всегда. Так, потому что я ни с кем просто даже увидеться не могу, потому что я постоянно на работе. Если я не на работе, то я занимаюсь какими-то своими делами. Просто не успеваю ни с кем увидеться и постоянно мои девчонки злятся, то что я ни с кем не могу даже поболтать, просто встретиться. Так, ладно, ребятушки, буду завершать эфир, потому что мне уже пора бежать. Все, короче, всех целую. Нет, я не замужем. Я не замужем. Всех целую, обнимаю, всех люблю. Всем пока-пока и хорошего денечка. Я рада, что вы у меня есть. Спасибо, что вы со мной. Спасибо, что вы меня смотрите. Всех крепко обняла и поцеловала. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok